Леонардо Гарсия и Марианна Торрес А также Луис Арьета, Тания Аридондо, Ирэна Арейла, Аарон Беас, Адриана Катаньо, Родриго Качеро и другие Авторы сценария Мариэла Ромеро, Треди Эрнандес, Гассе Луис Туран Композитор Рамиро Пастрана Режиссер Луис Альберто Ламата Да, Рикардо, твой отец хотел убить Белинду и упек ее в психушку, чтобы она там и умерла Да Простите, я совершенно не понимаю, мой отец запер Белинду в дурдоме? Не стоит сейчас говорить это, Рикардо Я хочу знать, о чем говорит Альфонсо Рикардо, ты помнишь, как твой отец и Лукресия повезли Белинду в Швейцарию? Да Это ложь Они договорились с мошенником И заперли ее в подвале дурдома, обрекая на верную смерть Но мы спасли ее чудом, вытащили оттуда Больную, почти при смерти Но этого не может быть Я отказываюсь верить Ты же сама мне сказала, что была на лечении в Швейцарии Ты сама сказала Помнишь? Да, Рикардо, сказала Хорошо, тогда что это за история с подвалом? Убрав ее, они получили бы наследство Вот почему они перевели акции Ариса и создали второе агентство Где есть и твоя доля Эти преступники должны заплатить Но послушайте Почему же вы столько времени молчали об этом? Почему не заявили на них в полицию? Белинда, если ему не скажешь ты, то скажу я Скажешь, что? Рикардо, никто из нас не пошел тогда в полицию И не обвинил твоего отца Потому что у нас был план Мы хотели все вместе отомстить этим мерзавцам Лукреция, любимая Я прошу прощения за весь этот ужас И клянусь, что никогда это больше не повторится Поверь Я просто обезумел Узнав, что ты не рассказала мне про Эрнеста Любимая Помни, Эрнеста Наш самый опасный враг Определись, Адольфо Ты просишь прощения или угрожаешь? А если я расскажу? Что ты тогда сделаешь? Изобьешь меня снова, да? Нет Клянусь Этого не случится Не трогай меня Никогда Никогда И пальцем ко мне не прикасайся Ясно? Никогда Но я тебя люблю Я обожаю тебя Я раскаиваюсь Скажи, что мне сделать? Я отказался от обвинений против Альфреду Как мне заслужить прощения? Молчи Ты никого не любишь Смотри Смотри на меня Это не случайный приступ ярости, Адольфо Это жестокость Это коварство Клянусь Клянусь Ты самый гнусный негодяй, которого только можно найти К тому же ты еще и трус Не способный признать свою вину Прошу Прошу Прости, Лукресия Я все могу объяснить Я никогда никого не умолял Но тебя умоляю Я тебя прошу Я умоляю Прости меня Во имя нашей с тобой любви Лукресия Милая Все эти 20 лет Ты была единственной женщиной Которую я обожал Любил как никого Я знаю, ты меня любишь Любила Уважала Восхищалась А что, уже нет? Дорогая, прошу Неужели этот нелепый случай Может разрушить все, что между нами было? Не плачь Не прикасайся Разве ты можешь со мной развестись? Значит, вы молчали, потому что мстили, так? И все-таки Неужели не проще было бы заявить на них в полицию? Я бы так и поступил Но Белинда запретила Она полагает, что отобрав дом и агентство Она достаточно им отомстила Зачем теперь заявлять? Хотя в тюрьме им самое место Рикардо Странно, что ты не понимаешь намерений Белинды Против нее совершили страшные преступления Ты же видел, в каком она была состоянии, когда доктор и Густаво привезли ее Довольно Мне страшно даже вспоминать об этих ужасах Все Нет Белинда, я должен узнать все до конца Что это за лечебница? Что с тобой делали? Хочешь подробности, спроси у жены Она приезжала И видела Все мои страдания Белинда Она была мне не расскажет Куда уж там Если весь этот кошмар правда Я этого так не оставлю Белинда Не вини меня за поступок отца Я ничего не знал Поверьте Я к этому не причастен Белинда Я люблю тебя А ты любишь меня Не выходи за Густаво Умоляю Я разведусь с Анабелло И мы сможем быть счастливы Не делай ошибки Послушай меня Нет, Рикардо Слишком поздно, что либо менять Нет, еще не поздно Ты его не любишь Не будешь с ним счастлива Никогда не будешь Прошу, послушай меня Я приняла решение Выйти за Густаво Да будет так Негодяй Он целовался с этой дрянью В день нашей свадьбы Открыто заявил, что любит ее Но при этом имеет наглость Обвинять меня в измене Не видать ему развода Только через мой труп Они будут вместе Вот как Сына назовем Альфредо А если дочь? Можно потише? Ты все же не на рынке находишься Это тебе не ярмарка и не базар Это уважаемый дом Сожалею, братик Слава богу, отец не дожил до этого светлого дня И не видит, как ты обнимаешься со служанками Что за платье? Не, я не знала, что у тебя какой-то траур Ты бы молчала Дай-ка, милая, я сама разберусь с родственницей Ты, конечно, можешь считать меня Деревней, Анабелла Но я зато не отдаюсь первым встречным Охраню мужу верность И не обманываю его, с кем попало Ясно? Ах ты! Нерзкая жаба, как ты смеешь Обвинять меня в измене Уродина! Что? Из тебя так и прет ненависть Отравись собственным ядом Ты наставила мужу рога И теперь он тебя выкинет Тварь! Ты мне ответишь за это Знаешь, за что ты не взлюбила Караэму? Потому что у нее есть то, чего ты совершенно лишена Честь и достоинство Что? Я тебе скажу, сестра Но второй раз повторять не стану Не приближайся к моей жене Ты хорошо меня поняла? Надеюсь Какая жалость Пойдем, она того не стоит А то опоздаем на свадьбу Что? Альфредо? Кто женится? Густаво и Белинда Я надеюсь, ты понимаешь Что тебя там не хотят видеть Так что Не вздумай приехать Оставайся здесь Белинда выходит за Густаво Это же чудо Бог милостив Наконец-то она уберется с моего пути Чудо Ну-ка, зацени Ценная штучка Стоит, видимо, кучу денег Знаешь, мой знакомый ювелир Предложил мне немало Но я прежде вспомнил О балакране Ты смотри Хороша Прямо прелесть Подфартила Безделушка славная Но, боюсь Продать ее будет непросто Почему? Так ведь она это Вроде как антиквариат Ну, сам знаешь Но я найду ценителя Он-то купит Ну, алакран Не сомневаюсь Но я-то сколько получу Не суетись Шесть кусков получишь Чего? Какие шесть кусков? Ты меня обижаешь Это тебе не медяшка какая-то Это ожерелье И стоит не меньше Тридцати кусков на руки Скажешь, что же Я сказал тридцать Ты спятил Чтобы это столько стоило А ну, спокойно, парни Ну-ка, что это мы прячем по кармашкам? Так, цацки Да Вы, парни, стали носить цацки? Любопытно, где они его украли Сомнений нет У них то, что мы ищем Вот удача Предлагаю доставить их в участок Пора вернуть украденное Подождите Штуку он украл Ему и отвечать Я не согласен Украл не я Это мне друг дал на продажу У него больной братишка Им нужны деньги на лекарства Пойдем-ка Пойдем навестим Этого друга Эй, осторожней Пошел Я знала, что еще не все потеряно И чем это ты так довольна? Эта крыса все-таки решилась А не с Густава сегодня женится А потом уедут далеко-далеко За тысячи километров отсюда И она не будет волочиться за моим мужем Целоваться с ним по углам Она, тише, тише Не рано ли ты радуешься? Рикардо ясно дал понять, что к тебе не вернется Бабушка Но, разумеется, я изменю его мнение Когда эта крыса уедет У нас с Рикардо не будет больше проблем Аннабелла Ты совершенно безнадежна Ты слишком одержима, Рикардо И не видишь, что происходит вокруг в реальной жизни Ты полагаешь, он вернется к тебе после того После того, как ты изменила ему с первым встречным из того бара Одержимость граничит с безумием Ты не вовремя вернулась домой? Ну, нет Напротив Ты должна меня благодарить Что я вернулась и стараюсь навести порядок в этом улье Да Слушаю вас Да Да Оно именно такое Хорошо Да Я сейчас к вам приеду Что? Сам приедет Благодарю вас Спасибо Замечательно Разбавим наши неудачи хоть одной хорошей новостью Ну Ну И какая же это новость? Помнишь бриллиантовое колье? Такое изящное, очень милое Да у тебя их столько Ты знаешь Это было особенно Мое любимое старинное колье Я заявила о пропаже Буквально вчера И полиция его нашла Да Да Так его украли Перестань воспевать прелести нашей любви Все в прошлом И кроме прелести было и то, о чем ты умалчиваешь Любимая, к чему это? Мы должны помириться Простить друг другу грехи Мы даже можем Начать все с чистого листа И навсегда забыть Обо всем этом Словно ничего не случилось Удивительно По-твоему, можно забыть все зло, что ты причинил моей семье? Обманул Роберто Приказал его убить Украл наследство моих детей Потерял наше агентство Лишил меня покоя, денег, стабильность и самоуважение Ты лишил меня, Адольфу Абсолютно всего Превратил меня В жалкую нищенку Что только побудило меня Дать приют такому Ничтожеству Которое даже не может воспользоваться награбленным И я стала пособницей ненормального Мошенника Вора, которого преследует Полиция Короткая же твоя память, Лукресия Забыла, что ко всем этим несчастьям Так же причастна и ты Неужели забыла? Не пытайся умыть ручки Тебе ясно? Не перекладывай свою вину на меня Не выйдет Ты всегда готов Разделить Наказание с другими Пусть эти другие гниют себе в земле Пока ты наслаждаешься жизнью Нет, Адольфо Я тебя раскусила Меня не запугаешь Сколько угодно прости прощения Я с тобой разведусь Вперед Но помни Даже не будучи женатыми Мы останемся сообщниками Смерть Белинда Ромеро Роберто Наших с тобой рук дело Но ты был зачинщиком убийств Берегись Ты тоже так легко не отделаешься Не пугай Учти Я лично пойду в полицию И расскажу об этих убийствах Разумеется, тебя осудят строже Так что поласковее со мной Любимый Ты что задумала? Что ты хочешь? Я пойду на все Чтобы вернуть деньги Зачем, Крестный? Зачем ты рассказал Рикарду О том, что они сделали? Ну, а это же правда Теперь уже не важно Знал Рикарду или нет Пусть он сам решает, как поступить Он ничего не знал Бог с тобой На бумагах его подпись Сплошной обман Он все знал И она была тоже Подозрительно, не так ли? Крестный Ты видел его взгляд? Он же пришел в ужас Узнав об этой психушке И о моем плане мести Белинда Да, я тоже это заметила И знаешь, рано или поздно Он должен был все узнать Доктор Я понимаю, что вам это кажется невероятным Но Совершенно очевидно Что он ничего не знал о том Что задумали эти стервятники Белинда Если так Прости меня Ты считаешь, что я зря все это рассказал Рикарду Но ты вспомни Сколько я молчал И я даже готов признать Что он, возможно Ни о чем не догадывался И, возможно Я на его счет ошибся Но есть очевидные вещи О чем ты, крестный? Да об этой свадьбе И еще можно отказаться Я же по твоим глазам вижу Ты любишь Рикардо А раз твое сердце принадлежит ему Густаво не будет счастлив И хуже того Ты тоже не будешь счастливой Ради Бога, милая Не выходи за него Отмени эту свадьбу Не совершай ошибку Слушаю Да, да, сейчас дам Привет, милый Белинда, что случилось? Не хочу напоминать Но мы уже давно ждем Что с тобой? Скажи мне В чем дело? Эй, ты чего? Что тебе надо? Ты хоть монашкой вырядись Я тебя узнаю Что пристал? Больше нечем заняться? Я не намерен тратить время на идиотов Ты никуда не пойдешь, Эрнеста Марин Глупо отрицать Что ты тот Эрнеста Марин, которого я давно ищу Инспектор Фуэндес И для чего же я вам понадобился, инспектор? Я вас арестую Инспектор, вы явно что-то перепутали Не зли меня, Марин Ты украл 2 миллиона со счета Рикардо Симпруно Правда? А теперь у нас новое обвинение От того же автора Убийство Белинда Ромеро Любимая, что случилось? Все уже давно собрались Густаво Любимая, не волнуйся Все будет хорошо И знаешь Потому что я тебя люблю Успокойся Не волнуйся, мы скоро будем Милая, ну почему ты не скажешь? Детка, тебя не заставляют выходить замуж Не делай этого Не могу, крестный Густаво очень хороший человек Я у него в долгу За его любовь, терпение И деньги Я не могу причинить ему боль Милая Боль будет уже в том, что выходишь замуж Из благодарности, а не по любви Но зачем? Я Впрочем, тебе решать Ну, раз ты намерена выйти замуж сегодня Стоит поторопиться Но нельзя же ехать на собственную свадьбу в слезах И размазанной по щекам тушью Мы все быстро исправим И сейчас придем Алло Доктор Ривос, добрый день Инспектор Фуэнтес Я звоню по делу Эрнеста Марина Задержанного по подозрению в убийстве Белинде Ромеро Что такое? Ничего, просто Белинда еще немного задерживается Так что придется подождать немного Если нужно подождать несколько минут Чтобы она стала твоей женой Так почему бы не сделать этого, сынок? Всем известно, что невеста любит опаздывать Я переживаю из-за церемонии Если мы пропустим свое время Что тогда? Неужели нам с Альфонсо придется так переживать? Смотрите Братишка Альфредо Привет Поздравляю Спасибо Я просто не мог не прийти Собственно, для этого ты и на свободе Неужели мы могли бы пропустить такое? Альфредо Я рада, что ты снова на свободе Хорошо, что все кончилось И ты вместе с Карайной Спасибо Спасибо, Жакин Хорошо, что Адольфо одумался и забрал заявление Простите, я сейчас Да? Что, Альфонсо? Густаво, мне очень жаль, но твою свадьбу придется отложить Альфонсо, что ты говоришь? Мне только что звонил инспектор Фуэнтес и сообщил, что задержали возможного убийцу Белинда Ромеро И сейчас мы должны ехать в участок Это что, шантаж? Боже, не будь дурой Следи за своими словами, Адольфо Не оскорбляй меня Ты возомнила себя хозяйкой положения Советую со мной не ссориться Если тебе еще нужны твои денежки Деньги моих детей Деньги мои Счет на мое имя И ты знаешь, я ведь действительно собрался вернуть эти деньги Однако, своим поведением ты убедила меня Не совершать столь благородный поступок Если мы разведемся, ты ничего не получишь Ничтожество Негодяй Эта плата за 20 лет жизни с тобой, Лукресия Разве я не заслужил этот гонорар хотя бы тем, что дарил тебе удовольствие? Я тебя убью Несчастные Я узнал, что вы сделали с Белиндой Она не была в Швейцарии Вы обрекли ее на смерть в лечебнице Готовьтесь теперь отвечать Вы совершили преступление И я позабочусь, чтобы вы попали за решетку Что за чувства несешь? Похоже, у тебя паранойя Что не день, то новая идея, как бы нас с Лукресией упечь в тюрьму Это даже не смешно Так хочется занять мое место, место папочки Довольно глупостей Только идиот позавидует такому ничтожному отцу А я стыжусь считать себя сыном мошенника Подожди, Икардо Ясно, почему ты злишься на Адольфо Я и сама его ненавижу Ведь он ограбил моих детей Но какое я имею отношение к этой истории с Белиндой Кто ее похитил? Хватит лгать, Лукресия Белинда и Альфонсо рассказали, как вы ее похитили Как засадили в дурдом И еще там морили голодом Пока все думали, что она в Швейцарии Нельзя быть таким наивным Неужели она тебя убедила? И ты купился как маленький И поверил, что ее заперли в сумасшедшем доме Морили голодом Браво, Рикардо Она, конечно, сказала, что подвал был полон крыс Но она сумела сбежать и придумала свой план, как нам отомстить Прекрасная история Рикардо А ты не подумал, почему она только теперь обо всем рассказала? Я скажу, почему Даже если ее и похищали Доказать это теперь невозможно И она настраивает тебя против нас Будь спокойна, у меня будут доказательства Вперед! Иди Иди Проси Чтобы нас посадили в тюрьму Только ты учти, Рикардо Я тут же подам на тебя в суд за клевету И ложные обвинения Теперь мне отлично ясна позиция Белинды Почему она забрала фирму и дом? Получается, что лишь так вам и можно отомстить Отобрав у вас все, что можно Вы оба мерзавцы Два ничтожества Больше ни слова Хватит Да, достаточно Но я все же хочу услышать объяснение За что вы так хотели убить Белинду? Почему, Лукресия? Ну, зачем ты обратилась в полицию? Зачем подала это заявление? А что же еще делать, когда у тебя крадут что-то ценное? Ты-то знаешь цену этой штучки? Ну, бабушка, ведь полицейские приедут разбираться прямо к нам домой Ну и представь, они начнут везде ходить, совать свои носы в чужие дела Тебе что, это надо? Так ведь это их работа Что это с тобой? А что это ты так разнервничалась? Ну, я... Что? Ты? Бабушка, я... Что? Я? Это ты? Да, я... Почему? Я не знала, что делать Что это значит? Я была в отчаянии, не знала, что предпринять Я взяла карье, чтобы заплатить за молчание тому типу, который меня шантажировал И ты отдала ему ожерелье, чтобы заплатить? Да, бабушка, ну пойми же меня, он меня шантажировал А если полиция узнает, что я сделала... Что? Меня посадят в тюрьму из-за тебя Из-за меня? То есть я виновата? Ну это твое карье Синьор Фуэнтес То, что это я украл два миллиона, еще доказать надо И я не понимаю, почему меня обвиняют в убийстве Белинда Ромеро Как заявил Рикардо Симпрун, ты преследовал покойную синьору Ромеро И даже пытался ее изнасиловать Покойная лично заявляла в полицию Но синьор, Белинда Ромеро долгое время была моей невестой Понимаете, зачем мне ее преследовать? Так почему именно меня обвиняют в убийстве? Хотя доказательств моей вины нет Нельзя задерживать людей из прихоти Точно, Марин Мы не можем доказать, что ты ее убил Но зато ты передал украденное колье некоему Даниэлю Мелкому наркодельцу, который давно стоит на учете Наркоман был задержан на улице при попытке продать колье пособнику Алакране И он любезно нам сообщил, кто дал ему это колье Да, я его знаю И я просил его продать колье Только оно не краденое Это подарок девушке, с которой я познакомился в баре и приятно провел время Какая щедрая дама, Марин И как ее зовут? Не хочу раскрывать подробности Но это Аннабелла Симпрун Жена Рикардо Симпруна Собственно, по этой причине Рикардо и обвиняет меня в убийстве Ревнует? Он думает, что этой клеветой он отомстит мне за то, что его жена переспала со мной Ладно В общем, сюжет как в мыльной опере Но придется это проверить Я вызову Рикардо Симпруна Пусть придет в участок Хорошо, Рикардо, я скажу правду Мы не уехали в Швейцарию Только потому, что Белинда отказалась покинуть страну Тогда нам пришлось найти хорошую клинику здесь, в Мексике И для кого ты это сочиняешь, Лукресия? Вы хорошо все спланировали И даже поехали в аэропорт Рикардо Просто мы сами жестоко ошиблись Мы не желали зла Белинде Да, мы не увезли ее в Швейцарию Но мы нашли клинику здесь Официальную, хорошую клинику Ложь Кто знал, что с ней будут так обращаться Мы поступили так Рикардо Из-за просьбы моей дочери Она просила увезти Белинду Подальше от тебя Она хотела Разлучить вас Вот и все Как она была могла Как она только додумалась до такого Пойми, Рикардо Ты рассуждаешь, как адвокат Белинды Но мы тебе заявляем Что это не было Ни похищения Ни желания убить Зачем нам это? Все очевидно Ты что-то говорил О плане мести Белинды Так вот Это его часть Подумай Она знает Что ты ради нее сделаешь Что ты на ее стороне И нас обоих ненавидишь Довольно лгать Я в ужасе от ваших поступков И от того, что вы Все продолжаете отрицать Вы просто нелюди Невероятно И нечего ложиться Под каждого встречного Внученька А если все откроется? Ну, бабушка Зачем ты так говоришь? Я не сплю с каждым встречным Одного оказалось достаточно Ну, а это твоя кража Просто верх глупости Обокрасть родную бабушку Чтобы Заплатить какому-то Низкому вымогателю И мерзавцу Бабушка Мне очень стыдно, правда Прости меня, пожалуйста Ну, как же мне теперь быть? А что тут сделаешь? Осталось только ждать Ты пропала Потому что этот тип, Марин Попал в тюрьму Да А колье он получил От тебя Да Ты хоть это понимаешь? Да Мы обе под подозрением Ты и я Ты поступила Как обычная потаскушка Так что впредь советую Выбирать С кем вложиться В постель Бабушка Ну, хватит уже об этом Помоги мне Скажи, что я ни при чем Да Я совершенно не знаю, что делать Надо же что-то придумать Вот и придумай Но я не могу Сперва надо подумать Как заставить этого мерзавца молчать Если они копнут глубже Узнают, кто заплатил за убийство Роберто Аннабелла Тебя ищут Это из полиции Что? Я не хотела пускать Но они ворвались в дом Синьора Аннабелла Да Что вам надо от моей внучки? Вот повестка Синьора должна пойти в участок Ну, я Не хочу никуда ехать Меня что, посадят в тюрьму? Бабушка Не бойся, внученька Вы слышали? Она не едет Ваш отказ рассматривается Как оказание сопротивления Синьоре Аннабелле придется пойти В ваших интересах сотрудничать с нами В противном случае мы вернемся не с повесткой А с ордером на арест В таком случае задержите меня Можете предъявлять мне ваш ордер Можете арестовать меня прямо в моем же доме Уходите! Быстро! Белинда, прости, что пришлось вместо нашей свадьбы Приехать сюда в участок Густаво, все верно Тот, кого сейчас допрашивают, убил тетю Я должна знать, почему Я не хочу, чтобы Благодаря чьей-то взятке Его выпустили под залог Эрнесто, Марин, убийца И должен за все заплатить Наконец-то он попался А как же я? И как же наша с тобой свадьба? Когда мы сможем пожениться? Кстати, надо бы сообщить Рикарду Ну как? А если потом мы поедем на свадьбу? Может, он тоже поедет? Я все понимаю, но ему надо сказать Благодаря ему этого типа искали И смогли задержать Надо ему сказать Я позвоню Держи Спасибо Я был так слеп Почему я сразу не увидел, что они за люди? Слушаю Чего кричишь? Прости, Альфредо, я жутко зол У меня тут большие проблемы Тут у нас другая проблема Задержан Эрнесто, Марин И сейчас его допрашивают Вы где? Уже еду Она была? Ты здесь? И ты причастна к делу об убийстве тети? Нет Я по другому поводу По какому еще поводу? Почему ты здесь? Идемте Инспектор ждет Да Что такое? Да что же это такое? Почему ей можно пройти, а мне нет? Спасибо, что приехали, сеньора Сеньор Марин уверяет нас Что пропавшее колье вашей бабушки Вы лично ему подарили Это правда? Да Это так Спасибо Можете идти Спасибо Ну вот Теперь вы видите Я ничего не крал Теперь вы меня освободите, правда? Ответ отрицательный Ты не выйдешь отсюда Пока мы точно не выясним Кто убил Белинду Ромеро Что ж Белинда себя показала Теперь все узнают Какая она Рикардо заявит в полицию А доказательства? Как он все это докажет? Любимая Нас загнали в угол А если Альфредо узнает? Что будет? Что ж Он убьет нас обоих Нет Я поговорю с Альфредо Я ему объясню Идиотизм Единственный выход Сбежать Как мы и планировали Нет Я не преступница, Адольфо И не стану прятаться Ты не понимаешь? Один я не убегу А без моей подписи Деньги в Швейцарии Ты не вернешь Милая И не забудь про Эрнесту Он уже был здесь Его могли опознать И на допросе Он бы все рассказал И где бы мы с тобой Тогда оказались Остается лишь бежать Откуда ты знаешь Эрнеста Марина? С какой стати Я буду тебе объяснять Нет, скажи Что у вас с ним за дела? Это мои дела, Белинда Это я написал Но Эрнеста Марина заявлением Где он? Мой любимый Нам о многом надо поговорить Дорогой, пожалуйста Нам не о чем говорить Рикардо Ты здесь? И что? Мне сообщили, что Эрнеста задержан А вы разве не должны праздновать свадьбу? Вообще-то должны Но свадьбы не было Я уверен Тебе есть, что скрывать, Марин Не строй из себя святого Твои же связи Выдают тебя с головой Даниэль Алакран Алакран Почему ты убил Белинду Ромеро? Зачем? Что она тебе сделала? Я не убийца Я долго ничего не слышал о ней Не виделся с ней Неужели? Ты пустил ей пулю в живот И виделся с ней куда чаще, чем заявляешь Мы знаем, что ты приходил в ее дом Мы знаем, что ты приходил в ее дом Нарушая установленный судьей запрет Это не значит, что я ее убил Хорошо Если не хочешь все упростить Продолжай отрицать Только зная, что нашли твой пистолет Которым была застрелена Белинда Зачем ты ее убил? Зачем? Обещаю, что ты сгниешь в тюрьме Вместе с подобными тебе преступниками Которые давно обезумели От переполняющей их злобы Они зададут тебе жару И это еще наименее страшное Хорошо Хорошо Я убил Но только потому, что Меня Что? Меня заставили Мне заплатили за убийство Белинды Кто заплатил? Кто заплатил за это убийство? Отвечай сейчас же Фильм, переведенный и озвучен Компанией Интрекоммуникейшнс 2005 год